...препятствуйте. Пока дело в судении, не имеете права... Вот когда суд приостановит их действия, когда суд приостановит своим решением, подали. Устраивайте здесь цирк каждый день. Ух ты, азипасы нет, граждане. Как бы вы писали. Как же вы писали. Это значит, ну цирк для вас. Вот так же вы пляши. А на работе нет. Цирк. У нас тоже семьи. Ради бога, пускай пишут. Никто ничего противозаконного не делает. А вы сейчас противозаконные не устраиваете. Не противозаконные, а не противозаконные. Про это рабочее место уже сказано 25 раз было. Про противозаконные не должны его забирать. Ну где бы вы сказали. Жанна, хватит, все уже, достаточно. Достаточно уже. Вы людей баламутите, ничего конкретного людям сами... Я лично говорю. Да. Ничего людям конкретного не можете сказать. А у нас адвокат говорит. Где адвокат? Вот он адвокат. Где? Адвокат, причем тут я думала. Я адвокат им сказала, не уходи. Ну и что дальше? Ну а я что? Ну стоять. Конкретно людям скажите. Ничего конкретного не говорите. Вот только баламутите. Больше ничего не делаете. А адвокат встать залы не давать разбираться и таланты. Юридически у них... Будете им мешать, будут обращаться, будем вас привлекать к административной ответственности. Я вам все четким, ясным языком сказал. А адвокат подошла к ним и сказал... А сейчас приехала полиция еще больше силами и встала на сторону административной комиссии. А адвокат сказал, что у них нет бывал. С вами были по-хорошему, вы вчера начудили. Что... Сазонову своему скажите спасибо. Какому сазону? Евгению, который... Не встать действиям административной комиссии, хотя она не предъявляет никаких документов на то, что они снимают эти тенты и выбирают правки, никаких документов не представляют. Тем не менее, полиция считает, что это их действия... Да, кто будет препятствовать сейчас работать административной комиссии, будет привлечен к административной ответственности по статье 19.3, неповиновение. Вам сказали русский язык. Ну, вот слышите, записи. Вот сейчас были такие предпринимания сделаны о том, что если будут препятствовать на работе административной комиссии, то будет, значит, имена статья неповиновения сотрудника полиции. Хотя сотрудники административной комиссии не представляют никаких документов на свои действия. Полиция говорит о том, что, значит, это уже требование сотрудников полиции, о том, что, значит, не препятствовать сношам. При этом они разбирают палатки торговцев по, вот, ходят по судам и по одной палатке демонтируются. Ну, где хозяева выявляются, там хозяева, значит, защищают свои палатки. Да, вчера уже были, собирались палатки. Да, такое же, да. Да, сегодня продолжается. Ну, это... Я, я, я тебе сказал, что... Это человек, если вам это был, а с кем есть договор? А, пока, конечно, влюбленный. А адвокат сказал, что у вас бумаги нет, почему он должен мне договор просить, а у него не просит, он должен... А сейчас пока что трудно сказать, я не обладаю по массе, я сейчас нахожусь, почему я не по-своему. Я вам еще раз говорю, пусть выполняют свою работу. У них есть документы. Они же уберут и поставят потом эти палаты. Еще раз повторяю. Не мешайте работать членом административной комиссии. У них нет бумаг на административную еду. Я третий раз говорю, не мешайте работе. Кстати, лучше из наших центров. Мучше из наших центров. Так что такое? Начальник УВД и выгуру права. Причем начальник УВД. Начальник УВД объяснил правовые основания, по которым работает комиссия. Мы знаем эти основания. Ваши смешали УВД с выгуру права. Причем тут милиция и выгуру права. А не надо биться у дома в завод. Надо еще людям объяснить. Я журналист. Я снимаю все, что происходит. Если что-то происходит не то, то пресекайте. Если все правильно, то все снимайте. Все снимайте. Не правонарушение граждан снимайте. Ну хорошо. Чтобы мы потом обратились к тебе за видеозапись. Не проблема, конечно. У вас тоже есть камера. Это права. Это права. Они должны. Пусть за ваш документ показывают. Продолжение следует. Как люди, я тоже сам. Ударили женщину. Ударили женщину. Что там кого-то женщину ударил. Отойди. Вот вы. Вот это девушка. Смотрите, чего вы в больницу прятали. Отойди, господи. Теперь такой мать. Отойди ты, господи. Сынок, уйди. Димаш. Я просто не могу больше ждать, когда вы обходите моей палатку стороной и вынуждаетесь отошли в том, что у меня демонтируйте их без нанес. Я официально заявляю вам. Не уйдем, ребят, ну не уйдем. Если они будут демонтированы сейчас. Если вы, господи, 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 господи. Вы нанесете своими действиями. Дмитрий Иванов, вы слышали меня? Добраний будет. Работник городского права, вы слышали меня, Дмитрий Иванов? Что торговые объекты мои. Я очень рад. Если вы их демонтируете, вы сочинете мне материальный ущерб. Потом я буду вынужден обратиться в судебные инстанции. Для того, чтобы вы мне их возместили. Да. Вы поняли, да? Да. Вы поставили вам известность, какие именно торговые объекты являются моими? Я вас очень внимательно выслушаю. Я вас услышал. Вы услышали меня? То есть, вы видели, какие торговые объекты мои, я вам их показал, да? Нет. Я не видел. Вот он торговый объект, и вон он торговый объект. Да, я видел. Все, видели, да? Документы у них имеются на руках. Договор аренды. Не вижу документов. Документы на палатку. А я на чего? Договор аренда. Почему? Договор аренды. Земельный участок, на котором я здесь стоял. Ван внести их сейчас из машины? Хорошо, я вам сейчас принесу их из машины, покажу. Просто я объясняю, что эти дни на землю даже ехать Они вообще этого документа не показали